Приветствую вас. Начать мне бы хотелось, наверное, со слов о том, что если что-то происходит, то, наверное, это кому-то нужно. То есть, иными словами, если то, что с вами происходит, значит это для чего-то нужно вам. Вы об этом думаете, вы об этом вспоминаете. На мой взгляд, совершенно не простал. Если вы об этом вспоминаете, если вы об этом думаете, значит наверняка вам это для чего-то опять не нужно. Ну, по поводу того, что у вас травмы, кто-то вас оттравмировал, это, я полагаю, вы понимаете сами и так. То есть, тут не нужно, ну, тут не нужно повторяться. Ну вот, что важно, так это то, что вы благодаря этому, пусть и в кавычках, что вы благодаря этому получили. А ведь что-то получили. Благодаря этому вы что-то для себя получили. Вопрос только в том, что именно. И лично я думаю, что получили вы из-за этого ощущение нестабильности, ощущение небезопасности. Вы получили проблемы в некоторой степени с личными границами, я полагаю. То есть, что можно в отношении вас, к примеру, а что нельзя в отношении вас, ну, тоже к примеру. И вот именно поэтому, потому что личные границы нужны всем и каждому, а у вас их нет, вы вспоминаете то, что происходит. Потому что потребность, к примеру, в личных границах есть у всех. Потребность в личных границах есть у каждого. И мне думается и мне представляется, что это первое, на что нужно обратить ваше внимание. Второе, на что нужно обратить ваше внимание. Заключается в том, второе заключается в том, что ваш отец, которого вы до сих пор не можете простить. Вы не можете его простить, потому что вы его не понимаете. Не получается понять, как мужчина, да, можно сказать, самый близкий, может быть, человек, может так поступать. Ну вот, сложно понять. Верно? И вот для этого вам нужно с ним об этом поговорить. Для этого вам нужно самой снова и снова пережить тот момент. Как сказала коллега, принять его. Вот. И поговорить с ним. Поговорить с ним. Обсудить с ним то, чего вы боитесь, к примеру. То, что вы переживаете. Высказать ему свои какие-то, свои переживания, свои страхи, свои сомнения. И так далее. Это нормально. Для вас это нормально. Вот примерно так мне видится решение вашей проблемы. Ситуация с травмами. Ситуация с травмами. Она такова, что их нужно переживать. Снова и снова. Возвращаться туда, где вы были. Возвращаться туда, откуда вы пытаетесь убежать. Вот. И раскрыть себя этому. Это не быстрый процесс. Но зато весьма действенный. И вы сможете, как говорится, излечиться. Но для этого нужна, конечно, нужна ваша работа. Для этого нужны, конечно, ваши усилия. Вот. Для этого нужна ваша помощь нам. Вот. Если вы, понимаете, конечно, о чем я говорю. И помните, что, вот, ставить вопрос так, что, значит, я, как перестать об этом думать, не нужно. Надо понять, что за этим стоит, в первую очередь. И уже, по-пум, вы перестанете сами по себе об этом думать. Вопросы это будет не нужно. Я полагаю. Но. Это определённая работа над собой. Папу нужно будет... Папу нужно будет... Прастить. Это будет нелегко, но баба, наверное, будет простить. Его нам нужно будет понять. И понять, что дело здесь не только в днём. Не только в отце, но и мать. Ведь мать, зная, что он изменял ей, терпела и не уходила. Конечно, у неё были, как вы можете сказать, у неё были аргументы. Конечно, у неё были, как вы можете сказать, основания для того, чтобы не уходить. Но, по большому счёту, опираясь на свою практику, я могу сказать, что это только лишь рационализация. Потому что, если для человека что-либо неприемлемо, то он никогда не будет этого делать. Он никогда не будет идти против себя. Ваша мама против себя по факту шла, возможно идёт до сих пор. И вы точно так же, возможно идёте сейчас против себя. Что, безусловно, неприемлемо. Ну, потому что, да, потому что счастливым, как вы видите, это никого по итогу не делает. Вообще, на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Надеюсь, что вы получили для себя какую-то информацию. Надеюсь, что вы сделаете для себя определённые выводы. И всё-таки пойдёте по пути исцеления. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!